И сегодня, 1 февраля, начинает свою работу новый информационный круглосуточный телеканал Якутия-24 представит зрителям самые свежие новости, происходящие в стране и республике. И более подробно об этом нам сегодня в нашей студии расскажет директор этого телеканала Алексей Соколов. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Поздравляем, наверное, в первую очередь. Хочется сказать это. Что подразумевает собой Якутия-24? Спасибо за поздравление. Якутия-24 это телеканал с большим потоком новостей. То есть это каждый час новости в пиковые, праймовые так называемые часы. Это каждые полчаса новости. Это рубрики спорт, экономика, происшествия, репортажи отраслевые, промышленность, строительство, ЖКХ, энергетика. Ну, собственно, все то, что должен нести с собой информационный телеканал. А будет ли телеканал взаимодействовать с телезрителями? Могут ли они как-то повлиять на то, что будут показывать? Или сами как-то присылать свои новости? Нет. Современное телевидение требует интерактива с зрителями. Но основным нашим интерактивом это будет, конечно же, горячая линия. Горячая линия, которая предусматривает сообщения со стороны телезрителей о тех или иных вопросах, о тех или иных проблемах. Ну, собственно, это общепринятая норма. Можете отправлять на WhatsApp номер, я сейчас не скажу сходу так. Ну, и кроме того, мы сегодня после обеда также запускаем официальный сайт телеканала, где будет у телезрителей, у пользователей интернета возможность стать мобильным репортером и, соответственно, принять какое-то участие в формировании новостного контента. Какой сайт? Где искать? Нет, это официальный сайт, будет иметь свой доменный адрес, и зрители этот адрес могут увидеть на бегущей строке телеканала. Когда стартует вот сегодня? Во сколько? Сегодня ровно в 12 часов. Ну, здесь мы условно для себя проведем обратный отчет. Телезрители на САХА-24 уже видят обратный отчет. Ну, и, собственно, в 12 часов, в полдень, первый выпуск информационной программы Якутия-24. Ну, надо понимать, что Якутия-24 – это тот продукт, который с советских времен в эфире, а 24 – это говорит о том, что будем вещать круглый... Ну, не, что 24 часа в сутки мы, собственно, в эфире с новостями. Вы сказали, что будет горячая линия. Это означает, что в основном это все будет просить в прямом эфире, все выпуски новостей? Нет, конечно. Основная часть выпуска новостей – все в прямом эфире, и рубрики будут в прямом эфире. Кроме того, будут технически сейчас мы дорабатываем, и будет возможность прямых включений с любых точек в городе Якутске, также в городах Нерингры, Алдан, Ленске, Мирные, собственно, это те города, где мы имеем эфирное вещание. На каком языке будет идти вещание? Сто процентно на русском языке. Вот вы сказали, что новости будут идти каждый час, да? Не получится ли таким образом, что прежние, привычные выпуски новостей будут смещены? Вот к чему привыкли наши телезрители. Вот в 8 часов обязательно новости. Нет, ну, то, что касается телеканала НВК «Саха», ну, надо понимать, что компания имеет два основных телеканала. Это НВК «Саха», где вот, собственно, ведется основное вещание, и «Саха-24». Вот, поэтому зрители НВК «Саха» абсолютно ничего не теряют. Как были выпуски новостей классические, традиционные, так они и будут продолжаться, единственное, в другой студии. А круглосуточный формат будет только на телеканале «Саха-24». Зрители НВК «Саха» ничего не теряют. А если я какую-то новость пропустил, они потом в повторе будут, да? Как главные новости дня, они по несколько раз... Ну, не факт, что будут в повторе. Вообще у нас, конечно, ежедневные будут итоговые передачи. Итоги дня мы будем подводить. Конечно, не все туда попадет, попадут основные события. Но если уж прям есть совсем желание увидеть, может быть, себя в этой новости, или новость просто в принципе интересная, это можно будет увидеть на нашем сайте, ну или на YouTube-канале компании. А только ли новости будут на «Якутии-24», чем вы будете разбавлять, может быть? Будем разбавлять документалистикой. Первое время это будет так называемый контент, то есть будем приобретать пока документалистику. Но в перспективе, я надеюсь, мы с апреля месяца уже запустим свою какую-то документалистику. Кроме того, я уже сказал, это репортажи отраслевые из улусов нашей республики. Ну вот, примерно так. Круглосуточный формат подразумевает, что очень много людей будет в этом задействовано, в том числе наши коллеги. Сколько человек будет трудиться? Ну, если взять вместе с технической службой, с редакторами, все те, кто, собственно, задействован в телевизионном процессе, вы же понимаете, что телевизионный процесс – это большой объем работы. 110 человек. Ну, и, конечно же, мы все прекрасно знаем, что для формирования, для подготовки нового телеканала был сформирован новый павильон. Расскажите о нем поподробнее. Да, новый павильон, его площадь, рабочая площадь его 150 квадратных метров. Это три рабочие зоны для вещания. Ну, собственно, так, все то, что, ну, не знаю, к счастью или к сожалению, ну, с точки зрения экономической, конечно, мы выкрутились, так сказать, без приобретения каких-то больших дополнительных комплектов оборудования. Все внутренними ресурсами компании обошлись, за что я очень сильно, конечно, благодарен технической дирекции нашего телеканала, которые смогли выкрутиться и сделать то, что на самом деле зрителю не видно, но мы прекрасно понимаем, какой объем работы проделан с технической точки зрения. Ну, а с творческой точки зрения, я надеюсь, мы с коллегами постараемся не подвести. Что ж, огромное спасибо за участие в нашей утренней программе. Мы желаем вам удачи, отличного настроения. Будем ждать 12 часов, когда стартует новый телеканал Якутия-24.